После ухода Нари Санджар и Мелик пытаются сохранить друг другу жизнь, играя в игру счастья. Но этот отказ является тяжелым бременем для их обоих сердцец. Все жители особняка действуют так, как будто участвуют в одной игре, чтобы поддержать их. Хоть Гидис и один из тех, кто остался позади, он не может найти никакой поддержки, кроме Мюги. Несмотря на то, что он сделал все для Санджара, то, что его сделали козлом отпущения, еще больше усугубляет его печаль. Гювин изо всех сил пытается сбить с толку Гидиза, который пытается выбросить из головы идею Нари. В то время как Яхия, покинувший особняк, чувствует, что его семья пренебрегает им, к удивлению Дуду, он вступает в совершенно другие допросы. Элван, с другой стороны, пытается набраться смелости, необходимой для того, чтобы идти своим путем. Санджар снова будет потрясен новостями из Гидиза, и ему придется пройти еще одно большое испытание. Однако у жизни совсем другие планы на Санджара, который даже пытается заменить Мелик, Жажену и Мхижину. Загадочная женщина, которая появляется в неожиданном месте и в неожиданное время, навсегда изменит жизнь Санджара. Вернув себе свободу, Санджар думает, что плохие дни позади, поскольку один за другим все становится хорошо. Однако, когда Нари держится от него подальше, перед ним возникают совершенно другие вопросы. Он проследит за своими подозрениями и начнет раскрывать одну за другой все истины, которые были от него скрыты. Из-за растущего давления со стороны Гювина брак Гидиза и Нари становится очень трудным оставаться в тайне. Получив новости, Санджар и Гидиз вынуждены столкнуться со своими самыми большими страхами. Наконец Санджара узнает, что Нари вышла замуж за Гидиза. Не зная, как справиться с этой реальностью, все ценности, в которые верит Санкар, будут перевернуты с ног на голову. Известие о свадьбе произвело в особняке эффект разорвавшейся бомбы. Мелик с большим отчаянием обнимает отца. Отцу и дочери ничего не остается, как поддерживать друг друга. Нари больше не может нести бремя, которое она взяла на себя во имя свободы Санджара, помимо того, что она пережила до сих пор. Он должен принять решение как за свою жизнь, так и за жизнь своих близких. Будет ли возможность новой жизни возможна для каждого? Несмотря ни на что, Санджар предпочитает остаться вместо того, чтобы бежать, и не позволяет никому расплачиваться за свою невиновность. Нари же полна решимости сделать все возможное, чтобы вызволить Санкара. Поняв, кто дернул Санджара за веревку, Нари приходит в отчаяние. Более того, с обнаружением тела Акына вопрос наследства снова становится проблемой, и Нари сталкивается лицом к лицу со своим отцом. Игры, организованные Гювином, на этом не закончатся. Ухудшение здоровья Халиси Эфи после кризиса в Канаке беспокоит всю семью Эфиогулу. И то, что случилось с Санкаром внутри, вселяет страх в сердца всех, особенно Нари. Нари понимает, что Санджар должен выбраться оттуда любой ценой. Гедис всеми силами помогает Нари спасти своего шафера, который так и не простил его. Сможет ли этот дуэт сделать все необходимое для освобождения Санджара? Сможет ли случиться чудо с Санкаром, невиновность которого невозможно доказать и который приговорен к пожизненному заключению? Гедис готов стать убийцей Санджара. Будет ли что-то чинить между этими двумя парнями или чинить уже нечего? Простит ли Санджар Гедиза? Итак, простит ли Гедиза Сахра, который Гедиз пожертвовал ради жизни Санджара? С другой стороны, вопрос Кахрамана, будешь ли ты с этого момента сыном свободного фермера или заключенного в тюрьму Санкара Эфи? Ответ Санджара на этот вопрос ясен, Мапус это Санкар Эфи. Однако ответ Нари ясен, сын свободного фермера. Кто из них победит в схватке двух влюбленных? Приведет ли это жестокая борьба друг с другом к концу, которого они никогда не ожидали? Не имея возможности видеть Мелик, когда она была ребенком, ребенок, на которого Санджар возлагал свои надежды, скончался без его ведома и даже не имея возможности оплакивать. Санджару тяжело справляться с этой реальностью, но именно Мелик вытаскивает его из пустоты. Мелик и Нари окружают Санджара всей своей любовью. Нари очень потрясена, когда Сахара, которую она считает другом, оказывается сестрой Акина. Но, как всегда, она отстраняется и разделяет проблемы Санкара, несмотря на их разлуку. Санджар наказывает Минекше и Сахару и сталкивается с Кахраманом. Но на этот раз Кахраману есть что его порезать. Есть наказание, наказание, с которым не могут справиться женихи. Гидис, с одной стороны, сожалеет о том, что сделал с Санкаром, а с другой, снова оказывается перед ним. Потому что Санджар наложил на Сару наказание, которое она не смогла вынести. Гидис изо всех сил пытается спасти Сахру, за которую он цепляется в эти мрачные дни, но в конце концов ему приходится сделать большой выбор. Жизнь Санджара или жизнь Сахры? Нари и Санджар расходятся, но оба намереваются защищать друг друга, а не залечивать собственные раны. Нари сотрудничает с Гидисом, чтобы защитить Санджара от Кахрамана, который постепенно сужает круг. Он даже соглашается выпросить у отца Санкара. Санджар, с другой стороны, пытается защитить Нари от неприятностей, а также пытается помешать своей семье и Мелик обвинять ее. Следуя за Нари на расстоянии, Гидис застревает и достигает Сахры, преследуя Гидиса. Он подозревает Сахру и таким образом достигает уловки Минекши. Санджар смотрит правде в глаза, у него не будет сына. Поскольку все падает, как домино, и все игры раскрываются, кажется, что победит только один человек, Кахрамана. Гидис, который несколько месяцев пытался найти тело Акына и посадить Санджара в тюрьму, должен предотвратить обнаружение этого тела из-за игры, которую устроил Санджар. Но есть два препятствия, которые необходимо преодолеть, Сахара и герой. Видя, что пропасть между ним и Нари увеличивается, Санджар готовит Нари сюрприз. Они впервые в жизни идут вместе ужинать и пытаются поладить. Оставят ли Санджар и Нари счастливую трапезу? За день до свадьбы Нара действительно счастлива или она играет в игру счастья, как всегда. Герой берет на себя ответственность за убийство Локи, совершенное Сахрой. Чтобы Нари не позвонила в полицию, она объясняет отношениями Некши и Локи. Санджар скрывает убийство, чтобы не допросить отца ее ребенка. Вдобавок ко всему, Нари злится, когда платит деньги за кровь отцу Локи. Санджар и Нари, которые всю свою жизнь ждали воссоединения, столкнулись со своими культурными различиями в тот момент, когда думали, что воссоединились. Бесчастье, гибель людей, кровавые деньги, помолвочный узел, свадебное купание. Реальность отдельных миров, разделяющая многих влюбленных, обрушилась на Нари кошмарным сном. Смогут ли двое влюбленных превратить этот кошмар в сон? Халиси решает пойти всей семьей и как следует попросить Нары, чтобы исполнить традиции и гарантировать, что Эльван и Яхья соберутся вместе. Но кого они спросят о Нари? Чтобы не допустить свадьбы Санджара и Нари, Минекше консультируется с целительницей и идет в особняк, чтобы наложить заклинание, которое она наложила. Но это действие, которое он совершает при всем своем невежестве, становится причиной его катастрофы. Что будет с Минекше? Зная, что сын Ярыджи не сможет жениться, потому что нет особняка, где можно было бы взять Нари в качестве невесты, Гедис начинает свои планы по разрушению семьи Феоглу. Он полон решимости защитить Нари как от Санкара, так и от Сахры. Но будет ли оно успешным? В то время как все пытаются помешать им пожениться, Санджар подозревает, что Нари сдерживает ситуацию и что она не простила его по-настоящему.